Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Зачем молчит ум? И вообще, зачем, чтобы он молчал? Вот во многих практиках мы часто встречаем, когда гуру говорят, вот замолчит ум, и ты будешь иметь доступ к энергоинформационному полю. Вообще, что такое ум? Если посмотреть на ум как на программу, как на программное обеспечение человека и посмотреть на те опции, которые это программное обеспечение выполняет, то это две опции. Первая – это включение человека в игру, а вторая – это дешифрация той информации, которую человек достает из своего подсознания. То есть не из какого-то энергоинформационного поля, а именно из своего подсознания, изнутри. То есть для этого надо вернуться в свой внутренний мир, как минимум увидеть его, открыть его для себя, и открыть знания, все знания внутри себя. Тогда программа ума будет занята дешифрацией этой информации. Но, как правило, человек находится в объективном восприятии, и в объективном восприятии ум нужен для того, чтобы включать во внешнюю игру. И вот интересные темы получаются. Как только появляется объективная реальность, так сразу появляется включение в эту объективную реальность. И это, по сути дела, опция ума. А если мы посмотрим на объективную реальность, как на родственные отношения, или на родственные отношения в объективной реальность. И тут возникнут папа с мамой, внутренний ребенок, чего-то не додали, чего-то не обеспечили. И начинаются игры ума. Ребенок ждет от родителей, что родители сделают за него его жизнь. Подарят ему квартиру, машину, любимую работу, будут смотреть за внуками, вырастят их, и родители должны. А родители, отдавая всего себя, родители отдавая всего себя ребенку, ждет, что когда-нибудь ребенок отблагодарит его за это. Что когда-нибудь, когда он будет старый, поднесет кружку воды. Вот и складывается такая игра. И в этой игре нет места благодарности, нет места нужности друг к другу. Есть место претензиям, злости, обидам, вине, действиям через палку, заставляниям и так далее. То есть разновидностей игр, их очень много. Это все можно даже систематизировать. Они все такие тупые, стандартные. Но благодарности искренней там просто нет. Когда мы говорим, что я благодарен, это все идет автоматически. Программа ума, вот этот автомат тоже очень четко запускает. И мы не можем остановиться в этой игре. Мы не можем сказать себе стоп и задуматься, да где же мы допускаем ошибки для того, чтобы их осознать и исправить. У нас есть набор определенных норм, на которые ум не реагирует, он их как бы нивелирует, пропускает. И вот эти нормы и прорастают в следующие игры. Это как заначка ума. Для следующих игр чтобы это дело подсветить уже в другом свете. И попытаться осознать. И заметить эти вот нормы, все и правила, можно только, по сути дела, вторичные выгоды в зачатке. Можно только, когда программа ума молчит. Есть удивительная практика. Она называется узелок. И, казалось бы, выполняя эту практику, натренирует до такого состояния, когда ты просто выходишь и наблюдаешь свою программу ума, потом останавливаешь этот внутренний диалог, и дальше ты управляешь реальностью. Вот, казалось бы, ну, все просто. Но когда диалог внутренний останавливается, человек продолжает что-то делать. И вот разворота информации, которые ожидаются, как это принято у гуру, в обещаниях гуру, когда говорят, что ты будешь доступ иметь к любой информации в энергоинформационном поле, каких-то открытий не случается. И тут же программа ума снова включается и разворачивает разочарование. И говорит, ну, вот так ты без меня. Не можешь ты без меня. Ну, никак без меня. И пошел новый виток игры. То есть, по сути дела, даже практика узелок, она дает кратковременную остановку внутреннего диалога, потому что дальше человек не знает, что делать. А почему не знает, что делать? Потому что сам все равно не привык, осознавать и не привык создавать. Создатель в человеке убит на корню. Убит на корню выносом Бога, выносом ответственности. По сути дела, если поставить равно между словом «бог» и ответственность, то мы получим ту игру, которую мы проживаем сейчас. Мир безответственных людей, выносящих ответственность на кого угодно. и играющих в обвинения, в должен-должна, в претензии, в войны на этой почве. То есть, это все игра ума. Все, что связано с захватом, с попыткой вывернуть, изменить, захватить, отобрать, отжать и так далее, это все вывертыши программы ума. Там нет благодарности. Ум не может быть благодарен. Программа ума может говорить о благодарности, но она не может это состояние прожить. Дело в том, что в состоянии благодарности, искренней благодарности, программа ума выключается. Потому что состояние искренней благодарности, возможно, в моменте «здесь и сейчас», а программа ума в моменте «здесь и сейчас» отсутствует. В моменте «здесь и сейчас» присутствует разум. И тогда получается парадокс. Люди умные, но неразумные. Те, кто играют в прошлое или будущее, они умные, но неразумные. А те, кто висят в моменте «здесь и сейчас», они разумные? Не все, но все-таки есть шанс. Но не умные. И вот программа ума не дает отключить прошлое. Самый большой недостаток – это то, что программа ума не дает выключиться из прошлого. А вот это отсечение нам надо научиться делать осознанно. Отсечь все претензии, все обвинения, все воспоминания. Программе ума очень классно помогает память. Мы обо всем этом, обо всех этих механизмах будем говорить. Это все надо оставить в прошлом. Как? Как отрубить? Есть конкретные приемы, в том числе и физиологические, как это сделать, куда направить внимание, как это отработать, как закрыть, как, как, как. Все, что касается остановки программы ума и отрубания прошлого в моменте «здесь и сейчас», вот это наша задача на практикуме, на погружении, которая будет у нас в воскресенье, где вы рискуете одним долларом. Мы это дело с вами практически проживем. И дальше у нас с вами будет два дня, когда мы будем разбираться с нашими родителями. Почему разбираться? Потому что одно дело мы отрубили прошлое, и мы туда не смотрим, не вспоминаем. Программу ума как бы остановили, внутренний диалог остановили. А другое дело, у нас же эти люди остались в нашей жизни, и если мы в моменте здесь сейчас начинаем с ними взаимодействовать, мы начинаем взаимодействовать с тех состояний, которые не завершены. И те игры, которые мы, казалось бы, остановили и выкинули, оставили в прошлом, они подкачиваются из состояний. Нам надо научиться работать с состояниями для того, чтобы действительно начать новую жизнь. А для этого надо многие вещи осознать. Осознать, что нет ничего плохого и хорошего. Есть жизненный опыт, есть осознание, и то, что мы зачастую считаем ошибкой, на самом деле это наш опыт, который помог нам стать другими, измениться и сделать следующий шаг в своем развитии. И вот когда мы это уже осознаем, мы можем двигаться дальше и практически разбираться со своим родом, родственниками, отношениями, выводить их искренне в благодарность, завершать игры и создавать тот тип отношений, которые нам надо. Именно создавать, потому что мы сами создаем отношения в своих семьях, мы сами создаем ту среду, в которой мы обитаем, мы сами создаем своих детей, мы сами создаем своих родителей, мы сами, сами, сами. Вот этот момент возвращения к себе, когда идет осознание, что я сам все создаю, он очень важен, потому что иногда доходит до смешного, вот работаешь с человеком, и каждый раз показываешь, вот здесь обрати внимание на это, вот здесь надо это, здесь надо это. В какой-то момент у человека возникает злость. Ну так если это надо, так сделай это за меня. Изменись за меня. Вылечи моего ребенка за меня. Поменяй зеркальное отражение за меня. И идет злость и требование, вот этот каприз, детский каприз. И мы очень часто проживаем эти капризы, видим это все. Даем человеку тайм-аут на подумать, на развернуться к себе, на увидеть эту злость в подсознании, дикую злость, и вывести ее наружу, как нарыв, потому что она будет вести к заболеваниям, и она в зеркале будет давать искажения, там в отражении больного ребенка, например, и так далее. И это получается, идешь мелкими-мелкими шажками. Если бы человек изначально фиксировался вот в этом состоянии ответственности за свою жизнь, именно в субъективном восприятии, то многие игры не существовали бы. Вы знаете, тогда бы и общество было другим. Ведь, например, те же самые игры, налогообложение, банально, да, когда ты должен, заменяется на игру, каждый развивается, расцветает, и при взаимном обмене, помощи друг с другу, идет благодарность. И размер благодарности зачастую с лихвой бы перекрывал налоги. И это оплачивались бы реальные действия, а не выдуманные. Понятие бюрократии отсутствовало бы. Понятие войны, злость, агрессия, вина, взятки, там и так далее, все бы отсутствовало. То есть это другой уклад общества. И понимаете, этот уклад общества, сейчас он невозможен. Невозможен по одной банальной причине, потому что сегодня основная часть людей в мире верующие. Как только мы говорим, человек верующий, это значит, есть вынесенный Бог и есть объективная реальность. Но сегодня уже люди начали читать Библию, и я понимаю, это страшно для священников и для тех, кто стоит у основ религии, потому что, когда человек не читает Библию и говорит о ней, как о наборе знаний, толкует как-то Библию и так далее, но он ее не читал и не вдумывался. Это одна тема. А когда человек начинает ее действительно читать, и еще с восприятия, что создатель во мне, Бог во мне, я Бог, и я читаю то, что написано в Библии, то Библия становится страшной книгой, очень страшной. Попробуйте почитать про Авраама, попробуйте почитать про то, что творили апостолы. Там нету ничего человеческого, там нету разума, там нету добродетели, там нету счастья, там нету любви. И поэтому общество в войне, в претензиях, в обидах, в должен, во лжи, в искажениях, потому что Бога нет внутри, Он вынесен. Вынесена лучшая часть человека наружу, вынесена ответственность за свою игру и нет своей игры. При возвращении этой части назад придется вспомнить, что мы, создающие сознание, мы создаем свою реальность сами. А если мы ее создаем, придется научиться создавать. Вот на практикуме во вторник мы к этому очень плотно подойдем. вот интересные дни. Три дня. Казалось бы, одна программа, но она разбита по шагам. И начнется она с программы «Ума в воскресенье». Да-да-да, господа, программа «Ума» она не замолчит окончательно, но она будет наблюдаема, она будет периодически подсвечивать разум, а разум будет подсвечивать эту программу «Ума». И мы научимся говорить себе «Стоп!» «Стоп!» И слушать внутреннюю тишину, дабы принять решение из разума, а не от ума. И научимся прощаться с прошлым. Это все задача на воскресенье. На то практическое погружение, где вы рискуете одним долларом. Если интересно, подключайтесь. Для этого надо зайти на платформу subretion.com, войти в раздел «Курсы» и выбрать ту программу, которую вам надо. Там сейчас небольшое расписание, поэтому не ошибетесь. Подключайтесь. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok